Утро. Моя утренняя рутина. Доброе утро. Утром я обычно умываюсь. Умываюсь с помощью более мягкого средства, чем вечером. Сейчас у меня это Balance Me Pur Skin Wash. И использую Foreo Luna, вот такую миниатюрку. Сейчас я собираюсь это сделать. Затем воспользоваться термальной водой для Roche-Posay вместо лосьона, тоника, потому что тоники у меня закончились, а ее нужно использовать мне хомяку, поэтому пользоваться буду ею. И дальше покажу вам, чем я пользуюсь пудром. Итак, теперь пока мое лицо еще влажное. Не обращайте внимания на мою прическу, она ужасна. Пока лицо еще влажное, наношу Matrixila от De Ordinary. Туда, где у меня намечается морщинка между бровей и ногой, чтобы она не углублялась в течение дня, чтобы расслаблять эти места. Дальше наношу Argyrelin, вот это Ordinary. Его использую просто потому, что у меня куплено нужно использовать. Его сказано нужно использовать на верхнюю половину лица, собственно. Я его использую под глаза, на глаза, на скулы, на носогубные складки. Но это осталось на руках, на шее или как-то. Он мне не понравился, не увидел какого-то вау-эффекта, поэтому... Дальше наношу Medicaid Hydrate B5, гиалуроновую кислоту от Medicaid с витамином B5. Буквально капельку. Здесь такая необычная пипетка с делениями. Непонятно зачем, но любопытно. Точно так же. На глаза, под глаза, на лоб, на шею. Она не очень жидкая, не очень густая и очень-очень хорошо распределяется эта капелька. Не оставляю после себя ни липкости. Ничего такого на декольте. Пожалуй, добавлю еще немножко. Остатки на руки. Далее сыворотка от Кадали Вина Перфект. Сыворотка для сияния. Не уверена, что она что-то делает, но вкусно пахнет. Поэтому я, может быть, даже ее куплю. Это очень странно. Я человек, который думает об ингредиентах в косметике, но покупает сыворотки за их запах. Вернее, хочет купить, еще не купил, но очень хочет купить сыворотку Кадали за ее запах. И сыворотку еще одну от Lancome. Зелененькую. Тоже за ее запах. Она мне вообще напоминает такие парфюмы. Парфюмы. Вот. Так. И далее наношу еще одну сыворотку. Она гораздо более плотная, силиконистая. От Kiehl's Power Strength Land Reducing Concentrate с витамином С. Она очень густая. В отличие от всех предыдущих предыдущих The Ordinary и Medicaid, они были вообще как водичка. Кадали уже такая беленькая, но очень-очень жидкая. Это густая. Наношу ее и на шею, и на декольте. Под глаза, на глаза. У них есть такая же сыворотка специальная для глаз, но я не вижу в этом смысле. Я спокойно совершенно наношу все то же самое и на глаза, на верхнее веко и под глаза. Вот. Дальше наношу крем для глаз от Кадали Премьер Крю. Крю у меня миниатюра. Миниатюра 5 мл. Вообще не понимаю, почему кремы для глаз не продают такими миниатюрами, потому что в ней вот всегда 15 мл очень много. Он у меня длится и длится, и длится. А если он еще не понравился и не совсем подошел. В общем, не знаю. Я бы предпочла, чтобы крем для глаз продавали по 5 мл. Наношу кремик для глаз. И дальше наношу крем для лица. Крем для лица я тоже заканчиваю сейчас миниатюру от Кадали Вина Сорс. Хороший крем для лица, мне нравится. Такой сарбе. Очень легкий, свеженький. По текстуре может быть даже легче, чем сыворотка от Киллос получается. За счет того, что эта текстура у него под пальцами превращается в более жидкую. Ну, это все. Вот такая у меня рутина утренняя. Каждый день одна и та же. И бальзам для губ от Fresh Sugar. Он хорошо идет от помады, но покупать не буду, потому что все-таки пересушивает губы. Им хочется пользоваться снова, снова, снова и снова. Не совсем то, что мне хочется иметь в своей коллекции ухода. Вот. Вот так, собственно, все. Весь мой утренний уход. В качестве SPF я использую базу под макияж от Etude House Face Blur SPF 33 PA++. Такая вот. Это уже больше относится к макияжу, чем к уходу. Иногда я использую какой-то тональный крем с SPF. Иногда я использую пудру с SPF от Dior. Но это уже больше к макияжу. А уход у меня каждый день один. Тот же сейчас. Так что, надеюсь, вам было интересно. И увидимся с вами снова. Не забудьте лайки, комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока.